Братья и сестры, прямой эфир включаю вечерний, уже с вечерней молитвы сегодня здесь в нашей Киевской архипископии. Всех приветствую, всех благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже, Аллилуйя. Сегодня у меня были гости, сегодня у меня был в гостях Кифа наш, епископ Сальвова. Он сейчас был в Днепре, в эти дни, и в Днепропетровской области, и в Запорожской области. Слава Богу, приветствую всех. Я только приехал, успел к вечерней трансляции, к вечерней молитве. Успел, слава Богу. Приветствую, кто подключился. Вот, да, 6 часов вечера по киевскому времени. Вот, и имею возможность выйти в эфир. Привет всем с Киева, с нашей Киевской архипископии, реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Аллилуйя. Благословляю всех вас, братья и сестры, благословляю во имя Господне. Делюсь с вами радостью, вот, потому что Бог благословил наш дом, нашу семью. Вот, и стал я сегодня, вот, второй раз дедушкой. Вот, там, часа в три где-то ночи, под утро еще засветло, пришло сообщение, вот, о том, что наша дочь родила. Да, вот, слава Богу, мыли роды, и теперь у нас внучка есть, был внук, да, ему уже третий год, а вот теперь уже еще и внучка есть теперь. И внук, и внучка теперь, слава Богу, аллилуйя. Вот, и благодарю Бога всемогущего, вот, за это чудо, слава Господу. Вот, вот, это благословение, дети, награда от Господа, и это великое благословение, я очень Богу благодарен. Господь там дал шестерых, вот, детей, верю, даст десятки внуков, сотни правнуков, там, Бог да благословит и умножит, да прославится имя Господне, имя Иисуса Христа. Поэтому хочу и внуков благословлять всех, и правнуков благословлять всех, слава Господу. Ну, и их детей тоже. Потому как это великая честь перед Богом, я так рассуждаю, будучи уже, вот, второй раз дедушкой став, я это еще лучше и лучше понимаю, разумею, как-то все глубже это понимаю, что это великое благословение, имея такую перед Богом честь, благоставлять эти души, благоставлять эти души, пришедшие на эту землю, неспосланные на эту землю для земного бытия, слава Господу. В каждом родившемся ребенке, как бы, голос Бога для истрадавшегося человечества, в каждом родившемся ребенке надежда, небо смотрит с надеждой на человеческий род. Аллилуйя. И два тысячелетия назад действительно чудо свершилось, спасение, ну, можно так выразиться, как мы сегодня с Киевом беседовали на эту тему. Он был у меня в гостях сегодня, вот здесь вот наш, у нас в Киеве, сейчас уехал в Иванков, вот, мы с Алексеем Ивановичем еще, с нашим благочином успели еще и, вот, съездить на Харьковский туда массив, благословить еще ребенка, благословить у нашей сестры, Господи во Христе, Людмилы Васильевны, внука Михаила, благословляли сегодня, маленького Михаила. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И благодарности Богу просто изливаю молитвы сегодня, благодарность Богу за все и за вся. Благословляю Вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Вот, и сейчас посмотрим, как можно сделать. Я в трансляции еще не очень, а вот поделите написано, так, чтобы могли брать и сестры подключаться. Вот. Вот, и жду сейчас, чтобы и мои подключились, домашние. Вот. Так. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господи. Благослови всех, братьев, сестер. Благослови, Господь, всех, кто подключается сейчас, кто подключился. И потом, кто в записи будет смотреть эти видео, слушать, смотреть и молиться. Аллилуйя. Благослови, Господь. Благослови. По милости Господне мы имеем такую от Бога честь. Вот. Благодаря интернету, Богом данному. Аллилуйя. Имеем такую возможность, честь, как бы, служение, после служения уже совершать таким удивительным образом. Потому что люди многие смотрят потом, вот, назидаются, наставляются. Даже некоторые там утренние, вечерние молитвы смотрят, допустим, прошлогодние, позапрошлогодние. Вот. И назидаются, наставляются. Слава Богу. Вот. Для меня это честь, служить людям, даже вот таким образом. Так. Вот. Благословляю сейчас. Опубликовал и на Facebook сейчас вот, как раз ссылочку дал. Все. Все. Так, чтобы народ подключался. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословен Господь. Благословен Бог наш. Отныне и вовек. Аллилуйя. 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 Благословен Бог наш. Всегда ныне и пресно. Во веки веков. Аминь. Аллилуйя. везде пребываешь и все собою наполняешь сокровищница благ и жизни подателю ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны и ты спас благой души на святый боже святый крепкий и святый бессмертный хвала тебе аллилуйя да здесь сообщение пришли я молюсь за вас друзья молюсь сейчас кто подключился подключается аллилуйя сейчас включил зарядное устройство потому что сообщение пришло тоже что и могло клер могла прерваться трансляция эдуард пишет да под обедов кифа уехал да он уехал еще часа в три где-то мы успели еще с отцом алексеем еще послужить благоставить дитя здесь на харьковском массиве ездили молились благоставляли нашей сестры людмила василины внука михаила благоставляли маленького еще крошку совсем слава богу а кифа уже в иванкове киевской области вот но он приедет киев да сбок вместе с лесте своей супругой дам нет он еще не во львов он и он здесь еще киевской области часу тещи с тестем вместе женой детьми он здесь давно уже здесь уже вот и в следующий воскресенье он с нами здесь в киеве с ванкова приедет вот а уже на следующей неделе понедельник вторник поедем во львов вот они уезжают во львов и я тоже еду во львов буду там тоже проповедовать в церквях у баптистов пятидесятников харизматов разных церквях буду в гостях вот адвентистов наверно тоже успею побывать то есть в разных мессианских очень хочу с мессианскими общинами там познакомиться во львове потому что я бывал там разных собраниях с мессианскими так поскольку поскольку знаком львовскими но хочу тоже послужить им хочу помолиться на том месте где была вот синагога золотая роза синагога молитвенников синагога пробуждения такого верю огромного слава господу эдуард пишет аллилуйя так что молитесь тоже об устройстве вот господь да благословит и хочется конечно в самом львове в старом городе быть значит так что очень люблю люблю я город львов мистер лево город льва я верю что не просто идет речь о князе а именно о князе всех князей о господи всех господствующих лев из колена иуды сам и шуа машиах иисус христос аминь вика пишет крючок шалом 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 вика шалом всем вашему дому шалом мир божий благословений я вот начал трансляцию вот только приехал буквально меня алексей иванович наш благочинный только что привез вот и я успел прям включился как раз шесть часов начнет по полудням шесть часов вечера по киевскому времени подключился к трансляции эдуард пустое господь благословит вас спасибо огромное благословляю вас тоже спасибо принимаю благословение господне аллилуйя вот и благодарю бога за возможность такое сегодня вот скифы вместе проводить такие трансляции думаю про то что прозвучало сегодня я даже жалею что мы не все транслировали были беседы казалось бы более личные но однако же они тоже как бы вот в этой же тематике были по сути не продолжали вот и все наши разговоры я думаю что надо было бы и дальше бы делать трансляции но верю что еще бог усмотрит и даже наверное еще бы во львове сделаем трансляции прямо со львова от него уже с его дома сделаем трансляции насчет сюда чтобы люди могли тоже здесь слышать его аллилуйя вот и алексей иванович сегодня да классно было потом досмотрю да слава господу вот и братья и сестры этим вечером благоставляю вас всех дорогие друзья благоставляю сейчас свой дом свою супругу детишек наших благоставляю внучат наших благоставляю уже по имя иисуса христа был один внук теперь уже и внучка теперь я уже дважды бабай дважды дедушка по-русски дедушка по-татарски бабай по-русски дедушка вот так что теперь я баба и баба и бабай двойной раз бывает два бывает вот так вот чудно конечно благодарю бога всемогущего что время так быстро удивительно идет сам недавно только был еще дитем стал мужем отцом шестерых детей теперь уже и дедушкой двух внуков слава богу вот этот год для меня он полный сюрпризов благословений этот год юбилейный мой 50-й год моей жизни земной моего земного бытия и благодарю господа аллилуйя да слава богу там сообщения еще приходили смотрю я я сделал беззвучный режим чтобы не перебивалась трансляция но мне видно что там приходит слава господу благословляю благословляю всех вас вот их то о чем размышляем вот вчера на служении о чем говорилось вот о чем сегодня скифы мы рассуждали я хочу продолжить вот как раз рассуждать о бога человечестве потому что это не просто рассуждение это жизнь это житие это наше житие наше бытие наша жизнь бога человечество и знаете вот для меня имеющий опыт и разного христианства и такого традиционного такого религиозного и реформаторского евангельского знаете ли есть на сегодняшний день мое представление христианстве она сильно видоизменилась вообще и для меня сегодня понимание христианства это богочеловечество принятие богочеловечества аллилуйя эдуард пишу поздравляю вас пускай господь благословит внучку аминь аминь вот я не знаю как ее назовут родители мы детей в они не контролируем они сами дают имена своим детям нашим внукам но как дедушка я нарек самого начала вот молился об этом и их вот когда в три часа там уже получил сообщение где-то часа в 4 в 5 вот я молился на молитве еще до трансляции утренней вот помолился благоставил такими именами и и мою внучку вот это трогательно мы рожали шестерых детей женой и у нас трое трое мальчиков и трое девочек вот я знаю как это трогательно когда рождается девочка когда рождается мальчик это особенное переживание такие и когда рождается внук особенное переживание когда рождается внучка особенно переживание такое какой-то свой колорит определенный есть такой духовный молитвенный даже Благоставляю красавицу и благоставляю действительно благоставенную эту дочь, моей дочери, и нарекал ей я имя и нарекаю два имени даже, два имени. Первое имя это Адар, месяц Адар сейчас на дворе, в библейском исчислении это шестой месяц, если считать от сотворения мира, от Рошашана, и двенадцатый месяц, если считать от месяца Ниссан, от нашего исхода, есть такое двойное исчисление. Мы сейчас ехали и довольно ясно, и месяц почти полнолуния уже фактически, сегодня наступило четырнадцатый как раз число месяца Адара, вот, и сегодня, завтра, вот, как раз полнолуние месяца Адар. Вот, и еще почему Адаром назвал я внучку свою, этим именем, в честь месяца Адар нынешнего, и вспоминая одну еврейскую девочку, девушку, молодую девочку совсем еще, девятнадцать лет ей было, Она погибла в Иерусалиме, у Шхемских ворот, пограничные службы, девушка, солдатка, она прошла лишь, ну, первые месяцы ее были службы, да, в 2016 году она погибла, сейчас ей было бы уже, получается, 22 года, а тогда было 19 лет, она ушла в вечность. Пуля в спину, выстрел в спину террориста, оборвал ее жизнь, но она, перед тем, как ушла, она успела спасти жизнь своей сослуживицы, застрелила этого негодяя террориста, и они, получается, своей смертью, она не просто террориста ликвидировала, Она, значит, по сути, спасла многих людей от теракта, потому что у террориста была взрывчатка, были боеприпасы, то есть человек шел конкретно убивать людей туда, убивать евреев, шел в Шхемских воротах он был в Иерусалиме. Кто бывал в Иерусалиме, те, понимают, о чем я говорю, рассказываю сейчас, там пограничная служба стоит также, дежурит, караулит, и война продолжается, такая она невидимая, но... И вот там оборвалась жизнь, это было 3 февраля, да, месяца Адар как раз, вот, значит, жизнь Адар Коэн, ее так звали из Ор и Игуда, оборвалась жизнь. И вот молился за свою внучку, и вот вспоминал я и ту красавицу, еврейскую девочку, которая погибла у Шхемских ворот в Иерусалиме. В память о ней также я нарек как раз и свою внучку именем этим Адар. Адар, Айдар, Адар, есть по-татарски Айдар, на иврите просто Адар. Вот, значит, и второе имя, нарек я внучке Гадаса. Гадаса это имя царицы Исфири, ее настоящее, я имею ввиду, еврейское имя Гадаса. Вот, и книга, целая книга Библии, книга Исфирь, она Магелла Тестер, посвящена как раз вот тому великому чуду, который мы ожидаем. Вот, и сейчас в полнолуние первого Адара мы говорим Катан-Пурим. Вот, уже 21-22 марта в этом году, 2019 году, да, мы будем праздновать сам, собственно, тот Пурим, перечитывая книгу Исфири, благодаря Бога, за Мордыхая, за Эстер, за те чудеса, что Бог совершил там, покарав нечестивого безбожника, этого Амана, тогдашнего Сталина, Гитлера, и, ну, вообще, человека, который хотел устроить террор просто-напросто, вот, и Холокост тогда. Слава Богу, что Холокост тогда не состоялся, вот этот геноцид, убийство, которое замышлялось массово, оно не состоялось. Мы до сих пор удивляемся, вспоминаем пред Богом это чудо и благодарим Господа за его победу святую. «Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе за божественный Пурим!» И перечитывая каждый раз, каждый год, ну, не только перед Пуримом, на Пурим, но и вообще в течение года тоже, нередко открывая книгу Исфири в Библии, мы восхищаемся Богом живым, удивляемся Его благодати, промыслу Его, удивительнейшему промыслу. И сегодня молюсь о том, чтобы божественный Пурим в судьбах верующих совершался. Пурим, а слово «пур» мы знаем из Библии, да? В Библии говорится слово «пур» значит «жребий». И какое бы жребие не метали сегодня враги наши о нас, какое бы жребие сегодня не метали о каждом верующем дьявол и все его бесы, какие бы жребие не метали нечестивые сегодня безбожники против Израиля, против Иерусалима, против еврейского народа, какие бы безбожники не метали жребий против наших стран вообще, нашей планеты, все в целом, если брать земли, матушки, как говорится. Вот я знаю, что есть божественный промысел, и любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И очень много примеров, и я могу назвать это и своей жизни, и судеб очень многих братьев, сестер, в том числе Кифа рассказывал, потрясающее свидетельство как раз вот именно тоже в этом ключе. Я думаю, он в воскресенье еще поделится всем этим, в это ближайшее воскресенье. Получается, это какое число будет у нас? 24-й, что ли, получается, да. Вот, благоставляю всех вас, дорогие друзья. И сегодня, совершая причастие Евхаристии этим вечером, «Хлебопреломление», я молюсь о том, чтобы Божий жребий совершался и прямо сейчас. Божий, божественный Пурим, Катан Пурим, Малый Пурим, в наших судьбах совершался. Вспоминая о том Пуриме, который совершился в месяце Адар, в полнолуние месяца Адара, второго Адара, при Ахашвероше, или в русском переводе «Артаксерпс». Вот, значит, при Мордехай и Эстер, Мордехей и Эсфирь, так вот в русском звучат их имена. Вот, и мы понимаем, что Бог, Он есть Бог Пурима. И Он не только тогда Пурим свой совершал, свой жребий над жизнью верующих, но и сегодня Он тот же. И Он сегодня в наших судьбах совершает Свой Божественный Пурим. И Рам, значит, много примеров можно назвать. Но из Писания еще можно вспомнить следующее такое высказывание, мудрое очень наставление нам, что если яму роет враг, да, то он в нее и попадет, в общем-то. Вот так вот. Поэтому даже это стало крылатым таким народным высказыванием. Не рой яму другому. Инна, шалом, Сереж, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Домашние, родные мои, добрый вечер. Супруга моя драгоценная, супруга Инна Сергеевна, благоставляю тебя, благоставляю детишек наших всех, внучат, благоставляю во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Благоставляю. Вот. И пусть Господь благословит сегодня всех вас, дорогие друзья. И для меня вот точкой контакта такой, хотя иногда я причащаюсь и бесконтактно, просто рассуждая, допустим, еду в метро, вот, и мое причастие порой вот такое, совершается просто размышляние, размышления таких о теле и крови Христа. Размышляю, рассуждаю о Голгофе, о крови Иисуса Христа, о том, какой ценой я искуплен от суетной жизни, какой ценой великой Бог оценил меня и спас меня, ценой своей крови драгоценной, ценой сына своего единородного. Как с этим он не даст и всего? И вот каждый раз, знаете ли, совершается чудо. Один философ христианский еще в XIX веке, Рани, или не помню, как Дани, кто-то из французских этих философов XIX века христианских, сказал такие слова, что Иисус Христос – это тот, о ком даже одна мысль делает тебя и делает мир чище. Вот как-то так звучала его мысль. Или Гедония, я не помню. Вот было высказывание, я прочитал об этом у православного реформатора, вот столетней давности, одного из первопроходцев православного обновленческого, нашего такого реформаторского братства. Это был митрополит Александр Вединский. Ну тогда он еще сто лет назад, он был еще не митрополитом, он был еще, да, священник и протеорейтом Александр Вединский. Он служил тогда еще в храме Захарии и Елизаветы в Петрограде тогдашнем. Да, тогда он назывался Петроград. Вот Петербург, назвали его Петроградом сто лет назад. И вот тогда Вединский Александр как раз и говорил, что вспоминая некоего философа, мудреца XIX века, ну тогда это было совсем рядом, он сказал, что Иисус Христос, это тот, о ком одна мысль даже, делать мир чище, делать тебя чище. Действительно, Иисус сам, он сравнил себя с этим медным змеем, изготовленным по приказу Бога, по его благословению Моисеем, чтобы всякий, смотрящий на этого медного змея, чтобы он исцелялся. Поэтому у всех этих укушенных змеями людей, погибающих, боящихся, шутки ли оказаться в таком гадюшнике, какой выход был для всех этих людей? Не отгонять этих змей, бесполезно. Чем больше будешь с ним бороться, тем еще хуже будет. Выход какой? Переступая через всякие страхи. Это было действительно героическим поступком. Представьте, каково. Они шипят там эти всякие, всякие кобры, гюрзы там, всякие эти страшные, эти змеи ядовитые, шипят на тебя, хотят броситься, капюшонятся, а ты должен по вере, это героизм такой определенный, да, шаг веры, ты должен не на них смотреть, не отвлекаться на их шипения и не защищаться от них, а смотреть через не могу, через не хочу, переступая через всякие страхи. А если тебе страшно за твою жену, за твои детей, может быть дети умирают, укушенные, или внуки, или кто, и ты в панике, а что надо было сделать этим людям, укушенным всем, и боящимся, и страшащимся, и еще не укушенным, и уже укушенным, раскушенным, и уже умирающим. У всех был один исход, один вариант спасения, это взирать на вот это изображение медного змея, взирать, миллионы людей взирают, потрясающая картина, наверное, змеи в шоке были, они шипели, шипели, пробовали кусать евреев, не получается ничего, потому что раньше, до того, как они взирали, когда евреи сами пытались отбиваться от этих змеев, пытались защищаться, свои семьи защищать, змеи жали, лежали, и яд действовал, и люди умирали уже, а здесь бесполезно, этих евреев они, змеи кусают, кусают, и бесполезно, ничего не получается, вот, почему? Шипят, пробуют отвлечь их внимание, не получается, люди, зачарованно, прекрасным зрелищем, потому что не только медный змей, это было действительно, как бы символом, знаком Машеха, знаком Христа, указанием на грядущего искупителя, я думаю, что там, в этом видении, они, люди, не только лицезрели, там какой-то символ, издалека, многие, большинство людей, шутки лишь, сотни тысяч людей, должны были взирать, и они взирали, и там, виделось им, грядущее, искупление, Машеах, Христос, сейчас, да, это было спустя долго, больше тысячелетия прошло, но, они смотрели, и верили, в это искупление, удивительно, конечно, змеи в шоке были, пошипели, пошипели, и расползлись, что с этих евреев взять, ничего, бесполезно, если с ними, Бог такой, который им дает смотреть, на начальника веры, совершителя веры, тогда еще, грядущего, Иисуса Христа, и в оригинальном, еврейском тексте, там еще гораздо все, в синодальном переводе, там смягчено многое, в еврейском, оригинальном тексте, гораздо все драматичнее, гораздо все сильнее, там показано, реальность была такая, что перевод синодальный, он все смягчает, там, весь драматизм, происходившего тогда, а в оригинальном тексте, там не только, кстати, в украинском перекладе, вот один из переводов, я прочитал, у Алексея Ивановича, который, по-моему, как раз, вот издание Киевского патриархата, там, ближе к оригинальному тексту, как раз, перевели, на украинский язык, почему, потому что там херувы, да, херувимы, серафимы, серафы, о, извиняюсь, не херувы, а серафы, серафы, серафимы, серафимы, по-арабски, ассорфим, серафим, серафим, сераф, серафы, и там тоже написано, серафы, серафимы, они, не только с пророком беседуют, они, в числах, описываются, как вот именно, поражающие, огненные, поражающие, вот, и, возможно, это было не просто змеей, а сераф, возможно, я, как художник, себе представляю такую картину, как раз, двумя летающей, двумя закрывающими лицосами, двумя закрывающими ноги своими, и издалека напоминающие крест изображения, кстати, я сделал такой эскиз, здесь у меня, а нет, сейчас нету, я постараюсь, уже завтра, наверное, покажу, эскиз такой, композиции, такой многофигурный, как раз, вот именно, показывающий, вот, это чудо, есть идеи, я вообще, как бы, мало, живописью, это я занимался, вот именно такой, такой, многофигурной композицией, я имею ввиду, я занимался только пейзажем, иногда портретом, редко, вот, а такими большими полотнами, но вот, эскиз возник очень интересный, у меня здесь время как раз есть, и, в общем-то, изображаю семья, Татьяне, он говорит, шалом, поздравляю с внучкой, аллилуйя, благодарю вас, да, за поздравления, благоставляю всех вас, аллилуйя, вот, и, что, взираем на нашего Господа, друзья, у нас один только исход, у нас одно только решение, всех наших проблем, ответ на все, на все, на все, это сам Иисус Христос, аллилуйя, как в той песне поется, в церквях евангельских, я слышал не раз такую песню, и в записи, потом слышал, хор баптистский пел, потрясающие песни, там слова есть такие, «Взойдем на Голгофу, мой брат», ну и сестра, допустим, тоже, ну, каждому из нас, как бы, послание такое, послание Божьей любви, это потрясающе, как бы, мыслями своими сейчас мы взойдем на Голгофу, поразмышляем о теле и крови Христа, о крови, истекшей из раны его, для нашего искупления, о великой цене, и потому взойдем на Голгофу, брат, сестра. Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят, о правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен, пойдем перед ним, пойдем перед ним, взойдем на Голгофу, мой брат. Отец, благодарю тебя, ты возлюбил мир, отдал сына своему, о, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 благодарю за братьев, сестер, благодарю тебя за наши сегодняшние вот эти рассуждения, размышления о теле и крови, благодарю, благодарю за дар вечной жизни во Христе Иисусе, через кровь святую, Мессии и Ишуа, Христа Иисуса, Господа, Спасителя, и ни в коем другом нет спасения, и ни в чем другом нет спасения для нас, ибо нет другого имени под небом, или вообще чего-либо, вообще на этой земле и на небесах, чем мы могли бы спастись, или через кого мы могли бы спастись, нет, 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 только ты, только Иисус Христос, только Твоя любовь нас спасла, только кровь святая, жертвенная святая кровь, спасибо Тебе, Господь, размышляя о теле и крови Твоих, о величайшей святыне нашей, Боже, сердце преисполняется благодарностью к Тебе, благодарю Тебя за все, за все, благодарю Тебя за милость, за спасение, за любовь, за милость, за спасение, благодарность Ты прими от нас, пусть несется песнь благодарения, Ты нас спас. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, Благодарим, достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарим, Тебя я благодарю, благодарю, за Твою любовь и доброту благодарю, Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарю, Тебя я благодарю, Благодарю за любовь Твою и доброту, Благодарю, благодарю, Благодарю за любовь Твою и доброту, Благодарю за спасение данное Тобой, за духовное это новое рождение, за дом на небесах вечно нерукотворенный, жилище Твое святое, новый Иерусалим, сходящий с неба, Благодарю Тебя, Господь, за новые небеса и новые земли, Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную и бесконечную, Счастливую и пресчастливую, Благодарю Тебя, мой Бог и Царь, Благодарю Тебя за Богочеловечество, Богочеловечество, за Боговоплощение в наших судьбах происходящее, Слава Тебе, Господь, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя и уже не я живу, Оживешь Ты во мне, Христос Божий, Иисус Святой, Праведный, Господь и Спаситель мой. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Папа, да, аминь. Спасибо, Папа, Бог мой. Спасибо, драгоценный, спасибо, возлюбленный. Спасибо, спасибо, отец, спасибо, мой Бог, спасибо, 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 спасибо. Благодарю, что свободу мне дал, Что за меня кровь святую отдал, О, спасибо, Господь, спасибо, Мой Бог, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за жизнь вечную, Благодарю Тебя, Господь, Хвалю Тебя и славлю, Поклоняюсь Тебе, мой Бог и Царь. Благосновен Господь Бог, Наш Царь всей Вселенной, Давши нам хлеб из земли. Аминь. Благосновен Господь Бог, Наш Царь Вселенной всей, Давши нам плод виноградной лозы. Аминь. Благосновен Господь Бог, Великий Отец, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, И да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя. И на земле, Как и на небе, Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день. Прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, Избавь нас от лукавого. Твое есть Царство, И сила, И слава, Во веки. Аминь. Благодать Твоя, Господь, Бог Святой, С нами. Общение Святого Духа с нами. Кровь Иисуса Христа Омывает нас от всякого греха. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Тело Христово примите, Братья и сестры, Источника бессмертия Вкусите. Аллилуйя. И я Принимаю причастие Святого Тела и Кровь Господа, Иисуса Христа. И благодарю Бога за спасение, За дар вечной жизни во Христе Иисусе, За исцеление, Освобождение, За все благословения небес В жизни моей, Как верующего человека, Реализующиеся. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. И благодарю Бога за жизнь. Благодарю Бога за жену свою, детей, внуков. И особенно этим вечером Хочу поблагодарить Тебя, Господь, За новую душу, пришедшую сюда, в этот мир. Благодарю Тебя. Ей всего несколько часов жизни, Но, Боже, хочу Тебя поблагодарить За Адар Гадасу. Спасибо Тебе, Господь. За родителей ее, наших детей. Благодарю Тебя, Господь, За это счастье быть дедушкой, Быть отцом, Быть родителем, Благоставлять, Быть священником в доме своем И благоставлять свой дом. Спасибо Тебе, Господь. Великая честь перед Тобою. Благоставен Ты, Господь. Аминь. 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 Благодарю Тебя, Господь, Бог мой святой. Благодарю Тебя, Господь, Бог мой святой. За Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твое. Благодарю Тебя за силу воскресенья, действующую в нас верующих. Ты есть воскресенье и жизнь наша. Ты есть воскресенье и жизнь. Благодарю Тебя, Господь, за этот вечер добрый, Боже, обновление милости Твоей, за уже наступивший, уже третий день этой недели. Благодарю Тебя, Господь, вспоминаем Твое творение. Все эти шесть дней творения мы вспоминаем, Господь, размышляем и знаем, что Ты с нами во все дни. Во все дни, тем более, что сам Сын Твой, Машиах и Ишуа, Христос и Иисус, это сказал, уходя, Он это сказал четко. Я с вами во все дни, до скончания века. А потом, блаженная вечность. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Иисусу, амэн. Радости Вам Божьи, архиепископ Сергей, спасибо огромное, благоставляю Вас. И Ваш дом благоставляю, благоставляю свою супругу, детишек, внучат, благоставляю всех Вас, Ваших жен, детей, внуков, всех-все-все благоставляю, родителей, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю всех Вас. Друзья, завтра утром в 6 утра по киевскому времени подключайтесь к прямой трансляции с утренней молитвы. Вот, и завтра вечером, я не знаю, получится ли, но я думаю, что получится тоже подключаться. По вечерам не всегда получается, не всегда я успеваю вернуться к 6 часам вечера. Вот иногда поздно очень возвращаюсь, но как получается уже. А по утрам в 6 утра я включаюсь в трансляции. Вот, напоминаю, что в это воскресенье мы ждем Кифу в гости. У нас в церкви будет, в Киеве здесь. Вот, также отца Виктора ждем с Черкащины, в Черкасской области. Вот, а через воскресенье, получается, 3 марта я проповедую во Львове. Найсвятише святый, а нет, нет, наибольшую благодать церква на Ленкевске-3. Очень хорошая церковь, баптистская церковь. Я уже там бывал не раз, проповедовал, слава Богу. Мои стали друзья. Также, надеюсь, буду проповедовать через неделю, получается, в разных тоже церквях. Там и баптистских, и писательских, и адвентистских, и харитоматических, разных. В городе Львове. Хочу познакомиться с мессианскими служителями. Все, благоставляю всех вас. До встречи и на земле, и на небесах вечности. Аллилуйя. Где вопрос, да? Значит, во Львове это вулица Лемкевска. Ну, Лемки, Бойки, да? Гуцулы. Лемкевска вулица 3. Другий поверх, да. Нет, третий поверх. Там на первых этажах, там, двух, по-моему, первых этажах, там, школа. Общеобразовательная школа, христианская школа, баптистская школа. А уже на верхнем там этаже, там уже зал для служения. А внизу, там у них кафешка. Да, христианская кафешка. Там общаемся обычно после служения. Очень хорошее служение, слава Богу. Так что, ну, адреса, а потом, где вы говорили, ну, по Львову. И я обычно бываю в церкви Агапа, бываю после Львова. После Львова, так, когда я приезжаю со Львова? Это уже числа, наверное, будет 11-12 марта, я думаю, не раньше. Но пока не знаю точно после Львова. Все, пусть Бог благоставит вас. Аллилуйя. Аллилуйя.